Фактически, это и налог на биржевые сделки тоже. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди. Надеюсь, у вас всё в порядке. Добро пожаловать в новый апдейт по финансовому рынку. В этом видео будет несколько очень важных моментов. Мы рассмотрим два сигнала, которые показывают графики, и поймём, что они значат для инвесторов и трейдеров на финансовых рынках. Также речь пойдёт о гонке в США, где уже стали известны предварительные результаты борьбы за номинацию на пост президента США в демократической и республиканской партиях. Мы попробуем понять, как это повлияет на ситуацию на фондовых рынках, и к чему стоит готовиться инвесторам. Сразу предупреждаю, что я стараюсь не озвучивать свои политические взгляды. Во-первых, это мало кому интересно. Во-вторых, ни к чему хорошему не приводит. Мой интерес сугубо рыночный. Меня интересуют рынки, а не кто и кого победит на очередных выборах. Вот и всё. Если вы следили за тем, что происходит в США в последние дни, вы знаете, что предварительные результаты выборов повергли Айову в полнейший хаос. Там была жесточайшая путаница. Об этом можно было узнать и со страниц газет, и с информационных порталов, и по телевизору в Штатах это тоже показывали. И хотя нам вроде как показали предварительные результаты, и с республиканской партией всё и так понятно, там Дональд Трамп выиграл, если что. То кто выиграл в демократической партии, пока неизвестно. Очевидно, борьба за право быть кандидатом в президенты США будет разгораться между миллениалом и ветераном. Фактически, это самый молодой и самый пожилой кандидаты. Битва поколений во всей своей красе, между которыми стоит 40 длинных лет. СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! А их нет. Победителя до сих пор нет. Вы можете наверняка сказать, да какая разница вообще, кто из них победит или победил. Проблема в том, что от результатов этой схватки в демократической партии США зависит то, как будет вести себя фондовый рынок весь 2020 год. Ну и конечно, от этого будет зависеть то, кто встретится лицом к лицу с действующим президентом Дональдом Трампом на президентских выборах. Хотя лично я думал, что Джо Байден легко станет лидером или выйдет на гонку с Сандерсом. Но к моему удивлению, он даже не вошел в топ-5. Я думаю, удивился не только я. Поэтому теперь противостояние будет проходить между Сандерсом, который является известным популистом, и Питером Бутиджичем, который, как известно, является центристом. Кстати говоря, Питер уже объявил о своей победе, хотя официально результатов еще нет. Скорее всего, именно поэтому рынок отреагировал ростом. Ведь волки с Уолл-стрит очень любят корпоративных центристов. Кстати говоря, 21 января, когда рынок был вот здесь на пике, был сигнал о его падении. Я выкладывал об этом видео как раз 21 января. Правда, я рассчитывал на более глубокую просадку. Но кто же знал, что на праймере с Питер покажет такие результаты, и Сандерс не сумеет выйти в однозначные лидеры, после чего рынок точно бы упал. Черный лебедь, блин. В любом случае, можете посмотреть это видео, там также есть сигнал, которого не видели с 2000-х годов, и который предрекает нечто страшное для рынка. Ссылка на него будет в описании. Если вы следите за фондовым рынком, вам нужно помнить о следующей очень важной дате, которая может повлиять на этот рынок. Это первичные выборы в Нью-Гэмпшире 11 февраля 2020 года. Скорее всего, именно Сандерс одержит победу. И скорее всего, после этого рынок отреагирует на это большим падением. Как минимум, волатильность в этот день будет опасной для принятия торговых решений. Почему? Потому что коррумпированный и жадный Уолл-Стрит не любит Сандерса. Это известно всем. Почему же волки Уолл-Стрит не питают симпатии к Сандерсу? Этот, как Сандерс сам себя называет, демократический социалист, открыто выступает против зон свободной торговли. И приветствует введение налога на спекуляции. Фактически, это и налог на биржевые сделки тоже. Удивительно, почему это волки Солл-Стрит не любят Сандерса после такого? Вопрос риторический. Поэтому я думаю, что результаты следующей недели повлияют на рынки. И скорее всего, Сандерс победит. Теперь я хочу показать вам два графика и что они нам говорят. Они были взяты с канала Олесио Растани. Ссылка на оригинал будет в описании, как обычно. Взгляните на этот график. На прошлой неделе я сказал, что нужно быть очень осторожным, потому что рынки входят в эту верхнюю красную зону. И посмотрите, что я тут заметил. Вы видите вот здесь, что фондовый рынок вошел в эту красную зону. И вам нужно знать, что этот индикатор показывает. Как только рынок входит в эту красную зону, есть большая вероятность того, что мы увидим откат курса. Это не гарантия, а только высокая вероятность. Но как вы видите, рынок откатился от красной зоны. Так же, как это было и в 2018 году. Как вы видите, рынок влез в красную зону, а затем откатился обратно в синюю. Сейчас мы еще не в синей зоне. Поэтому лучше подождать, пока рынок не откатится в синюю зону индикатора. Позвольте мне показать вам кое-что еще на этом графике. Как вы видите, рынок отреагировал на новости о политической схватке в Штатах позитивно. Особенно на новости о потенциальной победе Питера прошлой ночью. Если победа Питера подтвердится, то мы увидим продолжение этого роста еще выше. Скорее всего, это может произойти, потому что Байден покинет гонку Праймерис, а его голоса перейдут к Питеру в будущем. В любом случае, Уолл Стрит отвечает на эти новости позитивом. Я знаю, что это фундаментальные индикаторы, а я не очень люблю обсуждать фундаменталы и новости, однако я считаю, что есть большая связь между движением рынка вверх и новостями из Айовы. Я думаю, если бы Сандерс сразу победил, то рынок отреагировал бы падением. В любом случае, вот ключевой уровень на фондовом рынке. Это хай, который мы сделали на прошлой неделе на уровне 3300 долларов. Теперь это ключевой уровень для фондового рынка, потому что если рынок пробьет его, то он пойдет еще выше, даже выше пиков, которые мы сделали в прошлом месяце, январе. Поэтому это очень важный уровень, за которым вы сейчас должны наблюдать. Я бы, конечно, хотел увидеть поход рынка немного ниже, но имеем, что имеем. Поэтому давайте подождем и посмотрим, пробьет ли рынок этот уровень. Если да, он пойдет выше. Ребята, я хочу добавить только одно к рассуждениям Олесио. Сейчас, по моему мнению, мало что зависит от технического анализа. Именно в этот момент все решается на праймерис в Штатах. Победа Питера – это потенциальный рост фондового рынка. Победа Сандерса – потенциальное его падение. Ведь Уолл-стрит любит первого, а ко второму относится как минимум настороженно из-за его угроз хорошей жизни больших шишек с Уолл-стрит. Далее. Кто-то точно спросит, что за график анализировал Олесио. Это, конечно же, график S&P 500. Индекса, который отображает состояние фондового рынка США. На этом у меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!